В эфире Постметро. Вопрос, как уехать на ПМЖ, конечно же, с подвохом. Речь идет не о переезде за границу на постоянное место жительства, как многие подумали и, может быть, захотели. Тем не менее, мы с вами двинемся на запад, от центра Москвы туда, куда смотрит маршал Жуков со своего конного памятника, и постараемся добраться до другого ПМЖ, до проспекта маршала Жукова. И увидим, что многим поколениям хотелось туда попасть именно на метро, но по разным причинам это невозможно до сих пор. В прошлом проспект маршала Жукова – это Новохорошевское шоссе, которое было продолжением Хорошевского шоссе. Назван он в честь маршала Жукова, командующего Западным фронтом, в 1974 году. Начинается проспект от путепровода Малого кольца Московской железной дороги, являясь продолжением Хорошевского шоссе. Пересекает улицу Демьяна Бедного и улицу Народного ополчения. Эти места нас сегодня интересуют как раз больше всего. Далее проспект проходит по живописному мосту. Для меня это было открытие, что и сам мост, и северо-западный тоннель под Серебряным бором тоже являются частью ПМЖ. Дойдя до МКАД, ПМЖ переходит в Новорижское шоссе. Еще в 30-х годах прошлого века, когда и метро-то в Москве еще не открылось, ни городского транспорта Москвы уже рисовало станции на перспективу в районе деревень Мневники, Хорошова и Карамышева, там, где в будущем и будет проспект маршала Жукова. Линия по этому плану туда должна была прийти от шоссе-энтузиастов через север Бульварного кольца. В перспективной схеме от 1938 года та же линия уже проходит в центре южнее Москва-реки, но все так же выходит на Хорошовское шоссе. После Карамышева намечен поворот на север к живописной улице. В схеме 1956 года этот поворот доходит до Тушина, и весь радиус получает название Краснопресненский. По тем планам он должен был соединиться с Калининским через Горьковскую-Пушкинскую. В 1962 году мало что изменилось относительно самого Краснопресненского радиуса, только уже предлагалось соединить его не с Калининским, а с Таганским, что в итоге и произошло. В схеме с вариантами Большой кольцевой линии, вышедшей примерно в то же время, впервые намечается продление радиуса строго на запад, а участок от живописной улицы до Тушина включается в так называемое «Очень Большое кольцо» по московским окраинам. Вероятно, проектировщики того времени находились в эйфории от строительства Московской кольцевой автомобильной дороги и расширения границ Москвы до нее. Впрочем, синим цветом здесь уже показано и более реальное Большое кольцо, и с радиусом в Карамышево оно должно было пересекаться там, где проспект Маршала Жукова пересекается с улицей Народного ополчения. Обратите внимание на использование показанных зеленым цветом железных дорог, в том числе Малого кольца для городских электричек. Это ли вам не МЦД? При этом на радиусе метро в сторону Серебряного бора предусматривалась пересадка на Малое кольцо, но, к сожалению, она не была реализована. От Полежаевской до станции МЦК Хорошевская топать и топать вдоль шоссе. В 1971 году в одном из вариантов Краснопресненский радиус пересекается у живописной улицы с первым подобием Хорды – вылетной линией московского метрополитена. А на другом варианте появляется перспективная вилка от Полежаевской. Задел под это вилочное движение и стал реальностью, когда 30 декабря 1972 года открылась Полежаевская, и поезда пошли дальше, минуя проспект Маршала Жукова, а именно к Октябрьскому полю. Трудно сказать, почему сделали именно так. Так, может быть, посчитали прямой путь в Тушино более важным, чем транспортное обслуживание немногочисленных на тот момент жителей Карамышева и Серебряного Бора. Впрочем, задел под вилку на Полежаевской был сделан основательным. Станция была построена с тремя путями. Если бы вилку сделали, то поезда в центр приходили бы на два разных пути, сажали пассажиров, а потом бы отправлялись друг за другом на один путь. Тем самым, при небольших задержках, поезда бы ждали на станции, а не в туннеле. В 1975 году считалось, что ответвление в сторону проспекта Маршала Жукова пойдет дальше, не только до Серебряного Бора, но и в Строгино. В 80-х годах от вилки уже отказались, как видно из этой схемы первого хордового проекта. Через проспект Маршала Жукова по новым планам должна была идти уже хорда Митина-Бутова. Но станция этой хорда, пересадочная на Большую Кольцевую линию, показана все в том же месте, на перекрестке с улицей Народного ополчения. В 90-х годах финансирование строительства московского метро резко урезано, но фантазий с хордами стало только больше. Однако через проспект Маршала Жукова на этой схеме идет уже не хорда, а продолжение Калининской линии от Третьяковской через будущий Сити, Филевскую пойму до Строгино. В 2000 году на этом продлении уже даже приблизительно посажены станции. В районе Хорошего Мневники их планируются две. Наконец, еще в Лужковском генплане до 2025 года, действующем официально до сих пор, эти две станции расположены на линии Бирюлева-Строгино. И опять здесь показана пересадка на Большую Кольцевую линию на пересечении с улицами Мневники и Народного ополчения. При этом Большая Кольцевая линия здесь еще идет по старым планам 70-х годов, дальше на север, к Октябрьскому полю, Соколу и так далее. При строительстве мегаразвязки с улицей Народного ополчения или северо-западной хорды были как бы оставлены за делы под строительство двух станций согласно этому старому генплану. Вдоль улицы Мневники располагалась бы станция Радиуса, а перпендикулярна ей станция Большого Кольца. Однако в условиях действующей уже развязки и плотной застройки организовать здесь нормальные стройплощадки с котлованами было бы проблематично. Все бы встало в пробках. Кроме того, трассировка Большой Кольцевой линии, как в генплане, на севере дублирует МЦК, поэтому от нее в итоге отказались. Чтобы Большой Кольцевой линии выйти на свою старую, в кавычках, трассу от Хорошевской и использовать этот задел, нужно было бы проходить под многоэтажками на большой глубине и с малым радиусом поворота. Из-за этих двух обстоятельств было принято решение посадить станцию Большой Кольцевой линии вдоль проспекта Маршала Жукова, но восточнее, на его пересечении с улицей Демьяна Бедного. Там как раз шли под снос пятиэтажки и было где развернуться метростроевцам. Сейчас, в октябре 2020 года, станция достраивается и должна скоро открыться. Так вот получилось, что на ПМЖ сначала можно будет попасть по Большому Кольцу. И только потом сюда придет Рублево-Архангельская линия. Она возьмет себе участок деловой центр Шелепиха и после еще одной промежуточной станции Пресня пересечется со станцией Большой Кольцевой линии. И если сначала все-таки хотели использовать для пересадочного узла задел вдоль улицы Мневники и строить и станцию, и пересадку закрытым способом, то пару лет назад все переиграли. Станция Рублево-Архангельской линии будет строиться в открытом котловане вдоль улицы Демьяна Бедного. При проектировании этой станции произошел курьез. Строители решили взять пробы грунта на месте подземного гаража, примыкающего к новостройке. Все это не было указано на их схемах. В итоге проект поправили и с трудом, но втиснули станцию в этом месте. Обуривание котлована станции только что началось. Ее открытие ждать нам придется, наверное, года два или три. До последнего времени было неясно, как будут называться эти две станции. Предлагалась Мневники, проспект Маршала Жукова, улица Народного ополчения, хотя от нее станция, напомню, отъехала достаточно далеко. Проводился архитектурный конкурс для станции Большой кольцевой линии, в котором архитекторы, творя, имели в виду именно Народное ополчение. Выбранный вариант используют в оформлении сюжеты Народного подвига, Великой Победы. Но в итоге на эти проекты наплевали и на путевой стене станции стали укреплять буквы из слова Карамышева. Останутся ли сюжеты на стенах, скоро узнаем, но Народное ополчение на стенах станции Карамышева это не то же самое, что Народное ополчение на станции своего имени. В Москве принято постановление правительства, что при строительстве новых линий метро станции одного пересадочного узла должны называться одинаково. Так что же, и станцию Рублево-Архангельской линии назовут Карамышева, а не проспект Маршала Жукова? Или все-таки сделают исключение? Ведь только что, еще в одном конкурсе, победитель, архитектурное бюро Осадова, использовало в своем проекте образ Ордена Красной Звезды. Но неужели не ясно, что и ту, и другую станцию нужно назвать одинаково по названию той улицы, на которой будут находиться их выходы, проспект Маршала Жукова? Неужели жалко назвать станцию в честь такого великого человека, обеспечившего нам победу над фашистскими захватчиками? В общем, еще не ясно, сможем ли мы когда-нибудь уехать на ПМЖ, именно как на станцию метро. До недавнего времени, если бы меня спросили, как уехать на ПМЖ, я бы сказал, на троллейбусе от Полежаевской. Троллейбус на проспекте Маршала Жукова прочно ассоциировался у меня с прямой дорогой в Серебряный Бор, жарким летним днем, на пляж. Но нет теперь никакого троллейбуса. И поэтому вопрос, как уехать на ПМЖ, остается открытым и актуальным. У микрофона был Евгений Матусов. Активнее подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова